Особое мнение на 101FM Взносы в фонд социального страхования, взносы в фонд УМС и пенсионный фонд Предложение поступило от Сергея Вострецова, члена Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Было озвучено сегодня в Госдуме Если россияне являются официально неработающими, все взносы во все три фонда должны платить сами Те, кто не платит, будем штрафовать Ну а правильно, они ходят в больницы, они в конце концов пенсию потом получают, объедают Государство Ну вот эту ситуацию надо в общем контексте ситуации, которые сейчас в стране связаны с налогами и отчислениями Надо рассматривать Я думаю, что непомерные аппетиты вот этих чиновников, депутатов, которые будут и дальше возрастать Я думаю, что это не последняя инициатива Мы с вами, наверное, знаем и по налогообложению самозанятых Ну здесь как раз вот в том числе и по ним речь В этом контексте Ну самое первое, которое приходит в голову, так сказать, где доля россиян в доходах страны от нефти и газа Как где? Это все направляется на строительство дорог, строительство больниц Это очень огромные деньги, столько не направляется Большое количество денег там пилится и вывозится, так сказать, за границу там этими людьми, которые там имеют доступ к этим средствам финансовым, понимаете? Каждый день мы об этом слышим, да? Каждый день В том числе сейчас как бы масса вопросов задается уже за границей нашим вот этим людям, которые вывозили деньги Откуда у них деньги? Как они могут подтвердить там происхождение, что они это заработали, эти деньги? То есть, поэтому первый вопрос, почему я издаю? Где наши деньги? Где мой процент от нефтяной ренты? Где мой процент и чтобы после этого еще какой-то там депутатишка, который за наш счет получает, так сказать За наш счет тунеядствует, я считаю, вот это мое сугубо мнение, что большинство депутатов тунеядствуют в Государственной Думе Чтобы они выходили с такими предложениями в Государственную Думу Вот ящик Пандоры открыт Вот люди, съели вы повышение пенсионного возраста, съели, съели повышение НДС, съели повышение акцизов, съели И будете есть и дальше, если мы будем так относиться к тому, что делают власти с российским народом фактически Вот понимаете, они не могут уже остановиться Потому что что значит повысили пенсионный возраст? Это просто отняли у людей пенсии, потому что большое количество людей просто не будут доживать до этого возраста Этого и хотели эти люди, которые находились у власти И президент это утвердил, значит и он этого хотел Значит вот этот человек, который должен был быть гарантом прав граждан страны На сегодняшний день работает не на граждан страны Непонятно на кого работает, но не на граждан страны И вот все эти люди, которые у власти, они будут и дальше так поступать с народом Если народ и дальше будет вот так относиться к выборам Дальше будут относиться, значит вот в этих в избракомах сидят там учителя, врачи, которые там получают И при этом боятся там сказать, что вот так не делайте, так не делайте Участвуют в бросах, в подтасовке цифр и так далее Поэтому я считаю, что если такой законопроект там Инициатива Инициатива там Не в первый раз обсуждать Да, захотят как бы вот значит власть имущие провести, они проведут Потому что там нет практически огромное большинство, сколько там, три четверти у нас там Да, вот представители партии Единая Россия, они проводят любые антинародные, любые антинародные инициативы Проходят только так и без обсуждения Слушайте, а вы думаете народ и дальше будет терпеть? Тут вот к дню единства, к 4 ноября, как я понимаю, институт социологии РАН проводил опрос И в ходе опроса выяснилось, что россияне больше не хотят спонсировать величие страны из собственных карманов 67% россиян считают важным развитую современную экономику Вторым по важности, высокий уровень благосостояния граждан И только потом уже где-то там на вторых, третьих или десятых ролях идут внешнеполитические составляющие И они важность сохраняют для меньшинства В том, что Россия должна стать мировым центром влияния, говорят, 13% Цивилизационный мост между Европой и Азией, 8% и прочее, прочее, прочее Вот институт социологии РАН достаточно такая серьезная структура, как я понимаю Ну, это очень серьезная научная структура, это научная социология А результаты этих опросов депутаты Госдумы, интересно, анализируют или нет? Они понимают, что вообще-то вот за 4 года с момента там, условно, возвращения или аннексии Крыма По-разному называется, изменилась ситуация в стране экономическая, прежде всего Смотрите, человек анализирует, не только человек, ну, как человек, который в бизнесе работает Как специалист по управлению, я вам скажу, что информацию анализирует человек, принимающий решения Тогда, когда его судьба от этой информации зависит Когда человек смотрит не просто там, как вот я сегодня и завтра проживу Но когда еще и смотрит, а послезавтра, а после, послезавтра, а через год, значит, как будет И когда он несет ответственность не только там за себя, а еще за кого-то Вот возьмите любого бизнесмена, он обычно думает о компании, о людях, которые у него работают Он всегда знает точно, сколько человек у него работает Он знает, сколько фонд заработной платы он должен оплатить, сколько налогов он должен заплатить И все время об этом думает в реальности А вот депутаты об этом не думают И поэтому, когда вы им говорите, знакомы они с этой информацией Вообще, как они к этой информации, а зависит их жизнь от того, как они эту информацию выслушают И применят в своей жизни сегодня, завтра и даже послезавтра Потому что с момента, как эти мысли появились в головах людей До момента, как они начнут действовать Люди Люди Пройдут годы Следующие выборы в Государственную Думу Вот эти вот все настроения, они скажутся на результатах? Обязательно скажутся, конечно Если мы увидим какие-то результаты не очень, скажем так, позитивные для нынешнего парламентского большинства Выводы какие-то все-таки будут делаться? Ну, выводы Эти люди делать выводы не будут Выводы сейчас будут делать уже новые люди Новые То есть я очень надеюсь на то поколение, которое как бы уже выросло, уже и вузы закончило Вступило в избирательный возраст Скажем, вступило в активный жизненный возраст Потому что именно эти люди сейчас могут изменить ситуацию Они меньше боятся, в том числе и из-за своего возраста Меньше боятся этой власти Меньше боятся там потерять там какие-то деньги, какую-то работу там и так далее, и так далее Потому что большинство этих людей сейчас как таковых, ну, активных этих людей Они ориентированы на то, чтобы самим себе строить жизнь И это правильно Потому что эти люди, которые сегодня находятся у власти Им наплевать на жизнь людей Вам как кажется все-таки? Вот эта инициатива, она шансы пройти какие-то имеет, если будет серьезно обсуждаться? Если будет серьезно обсуждаться, конечно, имеет Потому что, посмотрите, они же уже базу подводят под это Они говорят, там, 20% людей, или 15% людей, граждан России Нигде не оформлены официально Хотя в трудоспособном возрасте Знаем, что они работают 18 миллионов, это даже не 20% от активного населения 18 миллионов, это, наверное, где-то 25% от активного населения Но у этих людей, я считаю, что есть моральное право так поступать Потому что то количество денег, которое в стране осваивается Близкими к власть продержащим Этих денег хватило бы еще на 18 миллионов При этом, чтобы не собирать с них никаких налогов Ази Сагаев, директор аудиторской консультационной компании Бизнес Информ в нашей студии Со своим особым мнением Сделаем небольшой перерыв и вернемся Переходим с Ази Замагаевым Нашим гостем Сегодняшняя программа Особое мнение к кировским городским темам Ну, самая обсуждаемая тема, пожалуй, там Последних недель, последних месяцев Так называемая мусорная реформа Буквально там два часа назад в этой студии были Алла Албегова, Игорь Редькин Это правительство области И представитель, руководитель компании Куприт Игорь Крысов Говорили мы о том, что будет все-таки с мусорной реформой Я напомню, что в конце прошлой недели стало известно О том, что якобы наложен запрет на ввод в эксплуатацию Там, или, не знаю, открытие полигона в Осенцах Так называемого нашего нового полигона Куда с нового года весь мусор должны свозить И долго, долго выясняли, откроется, не откроется Будет работать или нет Потому что арбитражный суд отозвал разрешение на строительство этого полигона А полигон, между тем, уже построен Деньги вложены, он принят в эксплуатацию Все что угодно Вот представители областного правительства говорят Полигон откроется в любом случае Дальше там будем бодаться Через касаться и апелляции И прочее, прочее, прочее Полигон откроется Ну ладно, тут такая Какая-то странная, на мой взгляд, коллизия Я не очень понимаю, зачем тогда было решение суда Если правительство области на решение суда говорит А все равно полигон откроется Потому что выхода, видимо, нет другого Вот у меня к вам вопрос следующий Скажите, пожалуйста Как вам кажется, вообще вся эта история вокруг мусорной реформы И то, что происходит И почему так мало об этом говорится С точки зрения объяснения людям вообще Потому что я предполагаю В феврале огромное количество звонков В нашу редакцию От возмущенных людей Которые увидят заполненные мусором площадки Мусор, который там копится где-то еще Не только там на мусорных площадках А где-то рядом И полную неразбериху Ну, какой вопрос? Азиз Алиич Почему власти так неохотно Идут на контакт и поясняют Мало того, вообще На контакт? Ощущение такое, что В некотором смысле Один говорит одно, а другой говорит другое Вот А что, власть когда-то на контакты шла? Да, было дело, представляете? Ну Ну так, чтобы отметиться там И так далее, и так далее Нет, у меня нет претензий к сегодняшним нашим гостям Слава богу, что пришли Но остается полтора месяца всего Понятно Надо было раньше это делать Вот Вопрос ведь не в контактах Вот они могут еще приходить И еще приходить в контакт На контакт, да И рассказывать вам И могут говорить Ну там что-то еще не так Достаточно большое количество времени было Вот Албегова еще ведь при Шаклине работала Значит Кем она работала? Министром тоже работала Ну там департамент был Департамент, да Тоже работала И как раз вот эта программа размещения Разрабатывалась еще тогда Это что получается? Десять лет назад даже больше? Десять лет назад Вот за десять лет мы не смогли Значит Оптимальную Разработать Программу Или доработать ее Таким образом Чтобы ни у кого Никаких вопросов Не появилось Не нашли места Для размещения Да нашли Нашли Где? В осенцах? Конечно Ну вот По осенцам Масса вопросов Во-первых Центр области Вот сейчас там говорят Что Я глубоко не вникал в вопрос Прошу прощения Если что-то там Кто-то скажет Что не так Что сюда мусор повезут Там С окраин области Конечно Повезут Вот И значит И будут То есть Недалеко от Кирова Будет еще один склад мусора По факту Вот Это нормально? Азиз Алич Конечно Это не нормально Это не нормально А делать-то что? А делать что? За полгода Мы завод не построим Вернуться пока В прежней схеме Определить себе Значит Срок Конкретный И быстро-быстро Найти место Правильное место По которому Не будет Ни у кого Никаких вопросов У меня есть ощущение Что нет таких мест Ну как это Кировской области Столько мест Ну понимаете Это же Это же Выбиралось В расчете На то Чтобы Вести удобно Ну а полигон Это первое Когда надо И дорогу быстро построят И деньги найдут Значит Чтобы была правильная Хорошая дорога К этому Новому месту Просто Этим власть должна заниматься Понимаете? Вот А и второе Ну много говорили О там Инвесторах Об отсутствии инвесторов О проектах Мусоросжигательных Мусороперерабатывательных Или как там Мусороперерабатывающих Заводов Ну где Мусор Складировать Ума Большого Не надо Вот это Большой дом А большого Ума нет Получается Вот это По соседству Вот который у вас По соседству Из окошка Виден Складировать Мусор Большого Ума Не надо Складированные Мусоры Самое плохое Что можно Делать С этим Мусором Ну инвесторы Это придут Только после того Как мусорная реформа Заработает Так она должна Заработать Кто за это Отвечает Мы с вами сидим В этой студии Осеньцы должны Быть введены Почему осеньцы Да почему Не другое место Ну потому что Построено уже Ази Савич Почему Что построено Полигон Что построено Сделана Площадка Под складированием Конечно Рекультивирована Почва Еще могут сделать Ничего страшного Так ведь не успеем С января Надо уже возить Ну тогда значит Дышите Нюхайте Значит Недалеко от Кирова Это же Аэродром то Вот он Обещают Что не будет Это 8 Аэродром то Вот И 8 километров От него Ну там по разным Дамы 13 По-моему 8 Хорошо А вы Периодически Наверное Люди Видят Как бы Даже от Чапецка Доходит Иногда сюда Значит Дым Не только дым Там Кое-что еще Периодически Бывает такое Понимаете Это не расстояние Практически Поэтому Пожалуйста Суде Большое спасибо Мужественный поступок Редко Который ничем не закончился Судя по всему Редко Когда судьи Значит Остальным чиновникам Стыд и срам Что они Про судебное решение Вообще публично Такие вещи Говорят Это говорит О том Что Представитель Исполнительной власти Эта власть Ну Можно сказать Что уже Обнаглела Подождите Но они же О народе думают Они о народе думают Да Не рассказывайте Они думают О себе О своих креслах А мне казалось Все таки Они переживают О том Куда же повезут Мусор Все было бы совершенно По другому Хорошо Все было совершенно По другому Я не знаю Почему Албегова Такую позицию Как бы заняла Не понимаю Как бы Я считаю Что неправильная позиция То есть Она могла бы В этой ситуации Думать больше Действительно О народе Не себе Такая позиция Это по осенцам И потому что У нас нет инвесторов На строительство Мусороперерабатывающих Мусоросортировочных заводов Конечно Но я думаю Что они должны появиться Через какое-то время Ждите До 2021-2022 года И при таких Представителях Органах пластики Появится конечно Скоро Ну то есть Вы предполагаете Что нет Я предполагаю Что нет Скорее всего Это будет опять Кто-то Из местных Договаривающихся Получающих Какие-то там Средства Подоговоренности И так далее И так далее Хорошо Еще И не будет Никаких новых Как бы Особенно Инновационных Технологий Технологий Хорошо Хорошо Но особое мнение Азия Загаева Мы слушаем Еще одна Кадровая история Даже две Пожалуй Кадровых истории Которые Хотела с вами Обсудить Первый Это переход Кадровый Уже состоявшийся На прошлой неделе Кресламинистр спорта И молодежной политики Заняла Бывший заместитель Руководителя ведомства Анна Альминова Спортсменка Олимпийская чемпионка В общем Аня мы знаем Как человек Который в спорте Активно участвует И разбирается Георгий Барминов Насколько я понимаю Она не только в спорте Она в последнее время Я бы так сказал Что она Человек способный К развитию Она достаточно С моей точки Продвинулась В том числе И в управлении В вопросах управления Вот такими Социальными системами То есть Понимаете То есть Помните Меня когда спрашивали Вот Как вы думаете Вот у вас там В архивах записи Вот что вы думаете Там о назначении Ковалевой Ну я не знаю Как специалиста По развитию Социально-экономическими Системами Что вы думаете О Шульгине Вот кстати Итоги его деятельности Как раз Подтверждают То что я говорил Я говорю Я его тоже Не знаю Как специалиста По управлению Социально-экономическими Системами Такого уровня Тоже Ничего Как бы Социально-экономическая Система Это мы городки Это город Область Там район Там еще чего-то Там То есть Это социально-экономическая Система Почему социальная Потому что Сначала социальная Потом экономическая Это бизнес Экономика Социальная система Да Извините Вот такие образования Вот И здесь тоже Альминова Ведь тоже Не имела Такого опыта Ну в отличие и от них она явно продвинулась в этих вопросах, и она делает все, что в ее силах. Но еще, видимо, сказывается, что все-таки это человек с успехами в спорте, и вот то место, где она работает, связанное с ее предыдущей деятельностью, помогает ей где-то как-то на федеральном уровне что-то продвигать, лоббировать. То есть человек со своим лицом, условно говоря, узнаваемый. То есть вам кажется это грамотным управленческим решением? Да, мне кажется, это грамотным. Я думаю, что вот она такого же, ну, может быть, не по опыту, но такого же уровня, по опыту, наверное, там Светлана была Медведева круче, но заработает. Но она такого же уровня специалист, как Светлана Медведева. Ну вот смотрите, Азиз Алиевич, давайте тогда подумаем, Анне Альминовой, в первую очередь, чем надо заняться? Вот есть какие-то прям болезненные такие точки в нашем кировском спорте, которые, ох, какой тяжелый вздох, которые требуют первого внимания. Давайте три хотя бы назовем. Очень много больных точек у нас, потому что физкультура и спорт – это многоуровневая система. То есть я сейчас могу сказать об одном, мне скажут, как профессиональный спорт. Я начну говорить о профессиональном спорте, мне скажут, как детский спорт. Я начну говорить о детском спорте, мне скажут, как там оптимизация деятельности федерации спортивных. Потому что везде масса проблем, везде. И может быть, ну я думаю, что она это знает, но дай бог ей силы, чтобы со всеми этими вопросами справиться. Потому что сидишь и думаешь, что с одной стороны, прежде всего надо развивать все-таки детский спорт, заниматься. Вы за это? Да. За детский спорт? Прежде всего, прежде всего. Но мы должны понимать, что детям надо куда-то стремиться. И на кого-то смотреть. И на кого-то смотреть. Понятно, когда мы говорим о командных видах игры, таких как футбол, хоккей и так далее, это многозатратные виды спорта. И может быть, сложно там каким-то образом содержать. Но есть масса, так сказать, представителей бизнеса, с которыми нужно работать. И с которыми не в личных интересах кому-то договариваться нужно, а в интересах как раз, может быть, вот таких спортивных, так сказать, команд. Но есть масса других видов спорта, там, что-то типа, там, борьбы, там, значит, еще чего-то, там, каких-то других видов спорта. Индивидуальных. Индивидуальных, да. Где как раз менее затратная ситуация. И, может быть, в этой части тоже активно поднял. Ну, лыжи, скажем, там, может быть. Конькобежный спорт. Конькобежный спорт, конечно. Чтобы у нас та же легкая атлетика, так сказать, да, которую мы можем активно поддерживать, чтобы наше достижение, наше имя звучало. То есть вопросов очень много. И понятно, что все, что я говорю, можно сразу, как бы, сходу критиковать. Говорить, да, вот, а как у нас профессиональная команда Родина, там, вот. Да, вот, кстати, профессиональная команда Родина, да, и почивший футбол. Вы про бизнес сказали, работа с бизнесом. В Кирове действительно есть бизнес, который готов вкладывать деньги в спортивные команды? В Кирове есть бизнес, который не то, что готов, а может. Понимаете, вот вопрос готов, то есть зависит от того, что человек думает о своем бизнесе в Кирове и о взаимодействии с органами власти. И вот этот готов зависит именно от этого. То есть если, значит, его деятельность активная. Но мы видим, мы можем в качестве такого активного социального, скажем, предприятия, компании, компании, которая оказывает большую там помощь, не в одном месте, а во многих местах, например, тот же Хольцхаус, там, Николай Юферев у вас тут, по-моему, был. Не знаю, он поскромничал или рассказывал вам, значит, что он вот и в районе помогает, и там в городе помогает, и там дополнительно чуть ли не дороги там проводит, там еще что-то прокладывает, там, да. И это за счет себя, в интересах, как бы, получается, Кировской области, да. И такие есть у нас предприниматели. И если вот эту деятельность еще и поощрять активной поддержкой власти, то мы просто можем оказаться, ну, не побоюсь как бы этого слова, а можем оказаться в очень хороших условиях. Потому что только такой союз власти и бизнеса, такой союз, а не союз в интересах, там, отдельных личностей, как бы, да, прибыли отдельных личностей, карманных денег отдельных личностей. Только такой подход, помощь бизнесменам в развитии их бизнеса, чтобы они активно участвовали в развитии региона. Ты поддерживаешь спорт, а я, со своей стороны, в рамках закона, в рамках закона, да, создаю тебе максимально удобные условия, комфортные. Не знаю, правда, вот эта вот история может ли работать с массовым спортом, массовым, я имею в виду, командными, да, видами спорта. Может. Потому что там, мне кажется, бюджеты такие, что одна компания и не потянет. То есть надо искать 20-30 компаний. У нас есть компании, которые активно получают из бюджета деньги. В общем, работа со спонсорами, да, тоже задача министра спорта. Нужно работать, да, не там, не заниматься тем, чтобы тебе там кто-то какие-то услуги персонально оказывал, там, чтобы ты развлекался где-то, еще чего-то, а чтобы регион от этого выигрывал. Азис Агаев в нашей студии, да, у нас время небольшой рекламы, продолжим после нее. Особое мнение на 101FM. Азис Агаев в нашей студии, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа», и мы продолжаем. Ну, еще один переход, который не подтвержден пока официально, я сразу об этом скажу, накануне портал Киров.ру в рубрике «Слухи в городе» написал, что правительство области покинет еще один зампред. Речь идет о Максиме Кочеткове, который до недавнего времени курировал лесную отрасль, а с некоторых пор курирует промышленность. Вот, говорят, что он готовится перейти на другую работу и покинуть регион. Ну, я напомню, что лесную отрасль от Максима Кочеткова не так давно передали Андрею Плитко, и это тоже удивило всех, потому что Андрей Плитко, насколько я помню, занимается вопросами внутренней политики, муниципальных вот этих вот всех вещей, да. Отдали в муниципалитеты, типа, они там вот у себя в районах всех знают, вот пусть они лесную отраслью и рулят. Вот так вот. Что вы думаете? Действительно, правда-неправда? Ну, тут мы можем только гадать на кофейной гуще, и давайте тогда, может, какие-то итоги подведем. Заскучал Максим Николаевич Кочетков? В принципе, правда или неправда, я не знаю, но вот сколько не работал, как бы, господин Кочетков на территории Кировской области, это просто бесполезная была работа, вообще бесполезная. То есть его работа практически была нулевая. Все, что он сделал на территории Кировской области, это практически ноль, потому что основные линии развития совершались только самими бизнесменами в этой отрасли. Подождите, вот Игорь Васильев с вами не согласен. Он когда... Игорь Васильев с самого начала, как только пришел со мной, был не согласен, или я с ним был не согласен, это неважно. Он для меня не авторитет, да, в данном случае, потому что он сам не очень понимает, что происходит, как бы, как таковое в этой отрасли. А цифры, Азиз Алич, которые озвучивались у нас после введения порядка... Нам обещали 3 миллиарда в первый год работы Игоря Васильева. Сколько мы получили? Не больше 300 миллионов. В 10 раз меньше. Да, и что он ответил за это. У нас вообще никто не привык отвечать за свои слова, поэтому говорить, как бы, представители органов власти могут все, что угодно. А потом, надеясь на то, что, так сказать, журналисты забывают об этом. Ну вот давайте, смотрите, все-таки за достаточно продолжительный период, наверное, можно проследить какую-то динамику ситуации в лесной отрасли. Вот, ну давайте так, с момента еще Никиты Белых, ну давайте мы уже к Николаю Ивановичу Шаглейну не будем отсылаться, это давно было, 10 лет назад. С момента, значит, вот Никиты Белых, приход Васильевой, первое обещание навести порядок в лесной сфере, значит, Максим Кочетков курирует лесную отрасль. И вот сейчас динамика, она все-таки положительная или отрицательная? Понятно, давайте говорить о том, кто заложил эту динамику. Не Васильев эту динамику заложил, и даже не Кочетков, он близко не стоял. Это динамика, начальные основы были заложены при Шаглеянии, Белых активно развивал это направление, поддерживая инвестиционные проекты в лесной отрасли, максимально поддерживая. И поэтому сегодня мы имеем, значит, реализованные инвестпроекты, там, строй леса, Альмирс, лес техснаба, если я так не ошибаюсь, как бы в названиях, да. И поэтому выросли, потому что эти доходы от лесной отрасли, и эти люди, которые эти проекты сделали, они активно развивают налоговую базу и, скажу вам честно, стараются максимально, насколько это возможно, уплачивать эти налоги на территории Кировской области. Потому что отдача от их деятельности приходит. Они инвестировали буквально, так сказать, можно сказать, что сотни миллионов, если не миллиарды. То есть это отложенный эффект получается? Это отложенный эффект. Причем здесь, ну, еще когда, значит, приступил только-только как бы Шаклеен к должности, как-то как бы журналисты говорили там о каких-то там успехах там и так далее, и так далее. Я всем говорю, не спешите считать успеха, потому что любой губернатор, который приходит, он наследник, он наследник того, что сделано до него, как бы он не отнекивался от наследства предыдущего. И он должен что-то оставить следующему, чтобы было... Поэтому, когда приходил Васильев, было странно, что он как бы практически там зарубил преемственность в отношениях правительства с бизнесом. Из-за этого несколько бизнесменов оказались в тяжелейшем положении. Сейчас выправилась ситуация? Какая ситуация? У бизнесменов, которые оказались в тяжелейшем положении? Нет, не у всех. Не у всех. Там есть еще долги 16-го года, которые неуплачены. То есть не за что похвалить Максима Кочеткова? Максима Кочеткова вообще не за что похвалить. Вообще. Но самая странная передача этой функции Плитко. Самая странная. Почему? Подождите, этот человек внутренней политикой занимается. Ну, есть логика определенных. Максима, может быть, можно было считать каким-то специалистом, каким-то там, он где-то там, где-то там боком советником у кого-то там работал, там, в Министерстве промышленности. Ну, типа, вот у него такой опыт был. А у этого вообще как такового нет. Ну, еще один, хорошо скажу мягче, еще один представитель, который не был замечен, значит, в качестве специалиста по развитию социально-экономическими системами. Муниципалитет, район, город и так далее. Область. Отрасль. 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 И точно таким же странным выглядит передача, как бы, Министерства спорта Чурину. Ага. То есть точно таким же странным. Это человек, который вроде как там экономической, как бы, политикой. Не, ну подождите, все логично. Вы же говорите, спорт должны предприятия поддерживать. В общем, ну, вот они тут. Это другое. Вот эту функцию, о которой я говорю, можно было отдать плитко взаимодействие, как бы, с бизнесом. Его задача взаимодействовать, собственно говоря, с обществом, как таковой. Он за это отвечает. Вот эту функцию ему можно было бы отдать, чтобы обеспечивать деятельность Министерства спорта путем взаимодействия с бизнесом. И с гражданами. И с гражданами, там, не с гражданами, но да. А сюда, ну, вообще, как бы, очень даже странно. Я исхожу из того, что просто Альминова, как человек с именем и имеющим свое собственное мнение, не сошлась в работе с Курдюмовым. С ним очень сложно сойти с людям, у которых есть свое мнение. Дмитрий Александрович, да, слышали мы про это, про то, что тяжело с ним, особенно спорить с ним тяжело, говорят. Он не умеет спорить. Азиз Агаев, в нашей студии еще две темы. Надеюсь, что мы их успеем. У нас 4 минуты, Азиз Альич. Сегодняшняя новость. На Московской запретили поворачивать налево к торговому центру МАКСИ. Пока это мера временная, как говорят в городской администрации. Но вот этот светофор, секцию его, которая показывала поворот налево, замотали черной пленкой и повесили дополнительные знаки, которые разрешают проезд по участку только прямо. Мы ситуацию с пробкой на Московской обсуждали в этой студии неоднократно. Мы были не одни. И в социальных сетях много было критических замечаний. То есть, получается, работает общественное мнение. Смотрите, мы долго обсуждали. Вообще, надо строить большие торговые центры в центре города. Аня, вы сами ездили много по заграницам. Так. Строят в центре города торговые центры. Вообще, на самом деле, внимания не обращала. Ну, вот обратите, когда в следующий раз поедете. Вот я вам скажу, что я видел массу городов, в котором, европейских городов, в котором в центре стоят торговые центры. То есть, это не магазины, это именно большие молнии. Не магазины многоэтажные. Там 4-5 этажей, огромное количество метров торговых центров. Никаких пробок я в этих местах не видел. И подземных парковок я в этих местах тоже не видел. А куда деваются машины? А кто должен это изучать? Ну, вероятно, городские власти. Ну, вот пусть едут и изучают, куда машины одеваются. Потому что там есть масса мест, где машины поставить. Удобные, так сказать, пешеходные и трамвайные пути к этим торговым центрам. Подождите. То есть, проблема не в торговом центре Макси как таковом, я вас правильно понимаю. Проблема в организации неграмотной дорожного движения на этом участке. Абсолютно верно. Как только вы дали разрешение Макси строить в этом месте торговый центр, вы, а может быть, еще и до того, вы должны были думать о том, как вы будете развязывать этот транспортный узел. Ну, это в том же русле, когда я вам говорю, сколько там у нас, год отработал Шульгин. Он должен был, как только приступил, думать о том, что будет с Макси. Да ему не до Макси тогда было. А до чего? Отовсюду валились, мне кажется, проблемы, которые надо было разбирать. Макси до момента ввода в эксплуатацию не мешал никому. Только не надо. Не справляется. Есть, не просил. Не справляется, не хватает времени. Пусть уступает место другим людям, найдут, кто справится. Ну, подождите, может решат все-таки вот эту проблему с Макси с запретом левого поворота. Любые вопросы нужно решать. Пусть, скажу вам как бы фантастическую идею. И нужно было сделать там подземный туннель для проезда к Макси. С кирпичной, прямо как бы, чтобы с московской заворачивать на этот подземный туннель и сразу заезжать. Это просто Москва какая-то, а не Киров, Азиас Альич. За то, как это было бы комфортно для гаража. Ну, там трубы. Как это было бы дорого, представляете? Дорого это потому, что всегда так считают. Еще откаты закладывают, еще там торгуют своим да нашим. Понятно. При желании можно было разрубить. Всегда можно. Азиас Агаев в нашей студии. Не успеваем мы, Азиас Алиевич, поговорить про новогоднее оформление театра. Да, что мы не успеваем. Давайте поговорим. Скоро Новый год. Ну, у нас буквально полминуты. 16 миллионов почти выделяют в этом году. Больше на 3 миллиона, чем в прошлом году. Вы вообще сторонник того, чтобы делать за бюджетные деньги, украшать город к Новому году или не украшать? Да. Я сторонник того, чтобы украшать город. Не важно. Но 16 миллионов много. Но 16 миллионов много. Сколько? И когда мы меняем старые украшения на новые, нужно посмотреть, какой мы от этого эффект получим. И вообще стоит это делать, пока старые украшения не вышли из строя? Понятно. А если они просто надоели? Кому? А если они несовременные? Людям раз в год не могут надоесть украшения. Раз в год мы их достаем. О чем вы говорите? Вы часто меняете дома украшения или по одной штучке? Или по одной штучке докупаете? Извините. Я на самом деле, да, докупаю по одной штучке. У нас елочные игрушки еще там с бабушкиных времен. Ну вот, видите. Еще из маминого детства. А еще достаешь, когда бабушкины игрушки, еще и приятнее становится. Понятно. В общем, 16 миллионов много, но город украшать надо. Азия Сагаев в нашей студии, директор информационно-аналитической компании «Бизнес Информ». Был со своим особым мнением. На этом мы заканчиваем. У нас тут пролит печень. Аудиторская консультационная. Аудиторская консультационная компания «Бизнес Информ». Да, прошу прощения. Азия Салевич, спасибо. Да, до свидания.